Ну вот, движемся дальше. Мария Михайловна Шосток, Центр оценки качества зерна. Искренне рада приветствовать всех участников сегодняшнего долгожданного форума. И давайте направим наши взоры на качество зерна Сибирского федерального округа и на экспортную реальность. Кто же все-таки те герои, о которых говорил предыдущий оратор. Сибирские караваи очень разные и года очень отличаются. На этом слайде представлен Сибирский каравай за последние 10 лет. Он бывает разной высоты, ширины, ужины. И как мы видим, 2012 год был самым провальным годом для сибиряков. Всего 9 миллионов тонн собрали наши сибиряки. Вспомните 365 дней назад, что происходило у нас в Сибирском федеральном округе. Многие регионы Сибирского федерального округа были уже объявлены в ЧАЭС. Это касается и Алтая, да, Николай Сергеевич, и Новосибирск, Омск. В этом году некоторые фермеры жалуются и говорят, все не очень здорово, и вот-вот ведут ЧАЭС. Но на самом деле, если сравнивать с прошлым годом, грех жаловаться. Дожди идут, и мы надеемся все-таки на хороший урожай. Несмотря на прогнозы, Владимир Викторович говорил о том, что сибирский каравай будет меньше. Тем не менее, сибиряки в прошлом году собрали 15,7 миллионов тонн зерна. Это очень здорово и отлично, ввиду того, что были погодные условия, конечно, не за сельхозтоваропроизводителей Сибири. Как итог, увеличение валового сбора на 3% мы наблюдали по прошлому году, и это важно. Урожайность увеличилась на смешной 1%, и пассивные площади также увеличились по сибирскому федеральному году на 1%. Самая древняя пшеница, самая древняя культура мира – это пшеница. По-прежнему она в фаворите у сибиряков, и что мы видим? За последние 5 лет наблюдается разная динамика по пшенице, однако в 2020 году сибиряки собрали больше ее, и цифра составила 10 миллионов тонн. Практически все сибирские регионы добавляют по валовому сбору пшеницы, однако Алтайский край, Омская область показывают снижение, и Алтай показывает снижение значительное. Тройка лидеров по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур поменялась в прошлом году. Наконец-то педестал, третье место занимает теперь у нас Красноярский край, он очень долго стремился к этому результату. Новосибирск уходит на досадное четвертое место, к сожалению. Алтай и Омск по-прежнему на первом и втором месте. Центр оценки качества зерна на протяжении многих десятков лет занимается мониторингом качества урожая. Наши специалисты работают в 50 зернопроизводящих регионах Российской Федерации. В прошлом году обследовали пшеницу, рожь, ячмень. В этом году в связи с введением нового законодательства будем уже обследовать и масличные культуры. Некоторые регионы будут стартовать, это Южный федеральный округ у нас будет стартовать по стопроцентному мониторингу. Попробуем, посмотрим, как у нас это получится. В следующем году, я думаю, Сибирь тоже будет обследована по стопроцентам. Если говорить о прошлом сельскохозяйственном годе, то что мы видим? По России 72% российского зерна было представлено зерном продовольственных кондиций и 28% это зерно непродовольственных кондиций. Конечно, важно, что большой и ощутимый вклад вносит сюда Сибирский федеральный округ. Представляете, больше половины сибирского зерна по прошлому году это было зерно третьего класса. Достойный и самый лучший урожай по России. То, что касается пшеницы. Если говорить о количестве продовольственной пшеницы, это 86%. И посмотрите, правый нижний угол, всего 13,5% пшеницы пятого класса было собрано нашими сибирскими аграриями. Интересная картинка, которую транслируют наши регионы. Здесь теперь смотрим правый верхний угол. Красноярский край показывает всегда невероятный результат по качеству урожая. Конечно, им не удалось превзойти свой результат по 2019 году. Обратите внимание, 80% красноярского зерна в 2019 году это было зерно пшеницы третьего класса. Они несколько снизили свои параметры, но тем не менее превзойти Красноярск по количеству собранной пшеницы третьего класса не может никто. Все здорово и неплохо в Алтайском крае, в Новосибирской области, в Омской области. Вы видите, 57% алтайского зерна это пшеница третьего класса. У омичей эта цифра представлена 54%. А вот в Кемерово по прошлому году мы наблюдали урожай, который был намного хуже, чем в предыдущие годы. 25% кемеровского зерна это пшеница пятого класса. И всего 43% это тройка. Наверное, кто-то знает из зала, когда начали в сибирские аграрии собирать озимую пшеницу? Готов мне ответить на такой вопрос никто? 250 лет назад томский губернатор докладывал царю о том, что сибирские аграрии начинают высевать озимую пшеницу. Представляете, в течение 250 лет наши аграрии занимаются этой культурой. Посмотрите, какие результаты необыкновенные были по Алтайскому краю Новосибирской области по прошлому году. 12% алтайской пшеницы было представлено всего зерном непродовольственных кондиций. Остальное зерно по озимой было зерно высококачественное, высококлассное. По Новосибирской области еще более удивительный результат. 8,4% озимой было представлено пшеницей пятого класса. Остальная пшеница, то что касается озимой, была достойных продовольственных кондиций. Алтайский край уникальный, не могу о нем не сказать. 7 почвенно-климатических зон абсолютно отличаются друг от друга. И что мы видим по прошлому году? Самый лучший и достойный результат у нас в Западной Кулунде. Наконец-то наша степь показывает, что вся пшеница, которая нами была обследована, а это более 50% по Западной Кулунде, мы смотрели по прошлому году, это вся пшеница была продовольственных кондиций. Такого не было за последние годы давным-давно. Но если мы посмотрим 18-й год, то 40% пшеницы 18-го года это было зерно непродовольственных кондиций. Отличные результаты в Пресалаирской зоне были в прошлом году, Приолейская зона тоже показывает изумительный результат. Но не могу не сказать о том, что структура пассивных площадей Алтайского края меняется, меняется серьезно. Алтайская соя уже у нас едет в разные уголки нашей страны и за рубеж. Алтайский рапс котируется очень серьезно. Представила всего по 3 почвенно-климатические зоны. И то, что касается Алтайской зоны, по Алтайскому рапсу, посмотрите, сельхозтоваропроизводители этой зоны вырастили больше всего разных сортов. У них получился достойный и отличный результат. Масличность от 45% наблюдалась в 38% урожая. Это достойно, здорово. Хотелось бы также отметить, что по ируковой кислоте. Год был непредсказуемый, наверное, экспортеры это подтвердят. Раньше мы ценили ируковую кислоту от 1 до 5 в связи с введением пошлин. Уже ценился рапс, у которого ируковая кислота после 5. И к нам в лабораторию часто поступали звонки и говорили, у каких сельхозтоваропроизводителей все-таки есть рапс, который высокоруковый. Раньше это совсем в другом диапазоне как-то ценилось, требовалось. Так вот, если говорить, например, о Приопской и Биско-Чумышской зоне, там достойный, хороший рапс был по прошлому году. Ну и посмотрим все-таки, каким ключиком мы открываем Китай либо Казахстан, и о экспортной реальности поговорим в нашей Сибири. Начну, конечно же, с Алтая. Экспорт вырос за последние 5,5 месяцев на 10%. 339 тысяч тонн была отгружена с Алтая. Фавориты все те же. Это Казахстан, Китай, Монголия. Но, как вы видите, первая строчка, Казахстан снижает свои позиции. Тем не менее, 40% нашего алтайского экспорта у нас уезжает к нашим казахским соседям. Прямо очень рядом это все. И по-прежнему, на первых позициях здесь не продукты переработки зерна нашей алтайской, а зернобобовые и масличные культуры. Китай увеличивает экспортные потребности. 90 тысяч тонн была отгружена с Алтая чуть более как за 5 месяцев. И Монголия на третьем месте. Здесь экспортные объемы также выросли. Не могу не сказать о беспокойном пассажире Китая. Мы очень много уделяем ему внимания. И на 10.06 с Алтая в Китай было отгружено 90 тысяч тонн. Примечательно, смотрите, что по пшенице по прошлому и позапрошлому году мы наблюдали нули. Тем не менее, китайцы стали покупать нашу пшеницу. И она представлена пусть небольшой цифрой, но 22 тысячи тонн была отгружена за 5 небольших месяцев. К сожалению, крупы были не очень востребованы китайскими потребителями. Гречиха отгружалась в больших объемах, нежели чем в предыдущем году. Ну а на первых позициях традиционно стоят масличные культуры. Это рапс, лен и подсолнечник. Новосибирская продукция. Вот как раз подошел замминистра Новосибирска. Где-то я его видела. Посмотрите, ваши цифры какие. Здесь немножко картинка другая. У вас на первых позициях все-таки Китай. И 34% вашего рынка экспортного. В основном, конечно же, зерна. Мы сейчас посмотрим рейтинг экспортеров. Это китайская продукция. В Китай отправляете вы больше всего. На втором почетном месте стоит, соответственно, Казахстан. Туда также отгружаются зерновые и масличные культуры. И идентично и зеркально Алтайскому краю на третьем месте это Монголия. Если говорить о Алтайском крае и Новосибирске, то топ-10 стран выстраиваются ровненько и одинаково. И мы проговариваем и думаем, что все-таки казахстанский пылесос работает. Тем не менее, он снизил свою работу на 6%. Посмотрите, это левый угол. То есть отгружено меньше зерна и продуктовой переработки в Казахстан. Китай увеличивает свои объемы, покупает больше с Алтая, с Новосибирска, аж на 110 тонн. И Монголия также наращивает свой экспортный потенциал с Сибирского федерального округа. Десятка стран не меняется. Здесь меняются объемы только у Азербайджана и у Киргизии. Киргизия стояла на третьем почетном месте. Она уступает это место Монголии по первым пяти месяцам 2021 года. Ну и вот казахстанский ажиотаж выстроила картинку по Омску, Алтаю и Новосибирской области. В общем-то он уменьшается по всем регионам. И больше всего покупают, тем не менее, казахстанская пшеница, соответственно, в Омске. Топ-10 продуктов и по Алтаю, по Омску, Новосибирску. По первым местам здесь все зеркально. Больше всего востребована алтайская, омская, новосибирская пшеница. Наша масличка стоит на вторых, на третьих почетных местах. А вот крупа гречневая поднимается по Алтайскому краю. В связи с таким гречневым ажиотажем и апреля, и мая на третье почетное место. Это достойно и здорово. По всем трем сибирским регионам мы наблюдаем, что зерновые культуры все-таки более востребованы. У Алтая здесь сегмент меньше. 48% алтайского экспорта принадлежит зерновым культурам. Масличка выстраивается на вторые почетные места. А вот продукты переработки зерна немножко подрастают по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом. И 20% алтайского экспорта по 5 месяцам 2021 года представлено продуктами переработки именно зерна. Ну и кто же сибирские герои преодоления барьеров экспорта, о которых мы сейчас с вами говорили? Это предпоследний слайд, как я понимаю. Последний слайд? Сейчас мы героев-то увидим, увидим прям минуточку. Пора нотификации не сказала. Я тогда объединю Алтай и Новосибирск. Лидеры-экспортеры Алтайского края Новосибирской области, они, то что касается первого места, они неизменны. Это Новосибирская продовольственная корпорация, но она увеличивает свой экспортный потенциал по сравнению с предыдущим и с 2019 годом. Татар-зернопродукт. Посмотрите, какой у них взлет вообще невероятнейший. 47 тысяч тонн было отгружено Татар-зернопродуктом, и наш Алтайский каменский элеватор занимает третье почетное место. К сожалению, здесь сельхозтоваропроизводителей, переработчиков мы видим очень мало, и в десятку лидеров входит только производственная компания «Геркулес». Не видим мы здесь ни аллей зернопродукта, ни алтайских мельниц. Это очень досадно. Мы, конечно, бы хотели, чтобы вывозилось не сырье, а наши продукты переработки зерна, которые везде и всем известны. Ну и Центр оценки качества зерна в прошлом году выбрала 3000 клиентов. Это только потому, что наши документы – это гаранты авторитета вашей продукции. Спасибо большое. Берегите себя.